Девушки отдыхают Доктор Тодор Живков родился 7 сентября 2011 года в городе Правец Софийского округа, выходец из семьи Бедняка, в 28-м вступил в Комсомол, в 32-м в партию. Официальная биография гласит, что в ночь с 8 на 9 сентября 1944 года руководимые им партизаны провели успешную операцию против фашистского режима, что стало началом социалистической революции в Болгарии. Далее Живков на ответственной государственной и партийной работе. В 56-м он возглавил фракцию, которая сместила бывшее руководство. Генеральный секретарь ЦК Болгарской Компартии, председатель Государственного Совета Болгарии. В 77-м президиум Верховного Совета СССР присвоил Тодору Живкову звание Героя Советского Союза. Он награжден тремя орденами Ленина. В ноябре 89-го на пленуме ЦК БКП Тодор Живков был смещен с поста генерального секретаря. Он лишается всех должностей, влияния, покоя и получает несколько месяцев тюрьмы. В сентябре 92-го года приговорен судом к 7 годам тюремного заключения. Ныне проживает под домашним арестом на вилле своей внучки Евгения. Несмотря на свои 83, весел, бодр, его не покинуло чувство юмора. Он много читает, в том числе и российскую прессу. Позволяет себе пропустить рюмочку-другую, виски или водки. Никогда раньше не пил, а теперь могу себе это позволить, объясняет Живков. Вы задаете мне вопрос, почему я вошел в политику. Никогда такой вопрос передо мной не стоял. Потому что я был беден, потому что я происходил из очень бедной семьи, потому что я знал, что такое бодрачество, что значит беднота. Я знал, что значит быть рабочим, и что такое буржуазия, и что такое пролетариат. Я был рабочим печатником, для меня не было другого выхода, кроме социалистической идеи. Так что я сознательно формировался как социалист, и мой идеал социалистический, коммунистический. Я никогда не отказывался и не отказываюсь от этого идеала. Но вы спрашиваете более конкретно, было ли усилие, навязал ли Советский Союз на апрельском пленуме ЦК в 1956 году Тудра Живкова в качестве генерального секретаря. Ничего подобного. Меня Советский Союз не навязывал. Во времена Вылка-Червенкова я создал фракцию. И эта фракция охватила секретариат, которым я впоследствии руководил. Охватила всех, за исключением трех человек. Охватила все политбюро и членов ЦК. Так что политически в ЦК и в стране уже созрела оценка обстановки, в которой мы тогда находились. Речь идет о 1956 году. Обстановка была исключительно тяжелой. Бунты в селах, ликвидация колхозов, появилась опасность, что сельские бунты перерастут в рабочие бунты со всеми вытекающими для страны последствиями. Поэтому мы подошли с ясным пониманием, что необходимо выйти из этого кризиса. Политического, социального и так далее. Кризиса, грозящего всеми вытекающими последствиями для дальнейшего развития страны и роли партии, как главной руководящей силы страны. Авторитет партии начал падать, причем катастрофически. Так что внутри страны нами все было подготовлено. А если бы фракция, которую я руководил, была бы раскрыта, меня ожидал бы расстрел, а других, вероятно, пожизненное заключение. Но мы пошли на это, потому что не было другого пути. Мы должны были найти выход из существовавшей тяжелой обстановки. Так что мы вышли с готовой оценкой, с желанием изменить обстановку в Политбюро, в ЦК и в целой партии. Обстановку среди народа. Предложить другую программу для выхода из кризиса. В последние годы, когда меня уже арестовали, в Болгарии в средствах массовой информации развернулась достаточно широкая кампания. Якобы наше руководство решило присоединить Болгарию к Советскому Союзу. Я сказал тогда, поищите в архиве Болгарии какой-нибудь документ с решением на государственном уровне провести референдум. Потому что для присоединения одного государства к другому нужен как минимум референдум. Но если такого документа нет, то поищите решение правительства, Государственного Совета, Народного Собрания и так далее. Хотя бы такой документ, если в Болгарии не найдете, поищите в России. Документов нет никаких. И куда бы вы ни отправились, и в Россию, и в Болгарию, вы такого документа не найдете. Никогда не стоял вопрос о присоединении Болгарии к Советскому Союзу в качестве 16-й республики. По крайней мере, в мое время. Тодд Рживков. По мнению одних, сатрап и тиран. Хитрец и справится. По мнению других, прагматичный болгарский политик. Он со временем стал довольно скептически относиться к социализму как к наиболее передовой системе общественного устройства. Всестороннее знакомство с практикой соцстроительства в СССР в других странах известные печальные события в Венгрии в 56-м, Чехословакии в 68-м и в Польше в 80-м привели Живкова к одному из принципиальных выводов. Развитие государства в СССР, других соцстранных, все больше происходило вне общества, при огромной концентрации власти. Государство входило в опасное противоречие с обществом. Отчуждение было атрибутом системы. А государство, по мнению Живкова, должно быть инструментом гражданского общества. Многие годы мы не желали понять, написал недавно Живков, что идеал, которому мы посвятили не только молодость, но и всю сознательную жизнь, выродился до неузнаваемости. И дальнейшее слепое следование ему, без радикального поворота, становилось не только вредным, но и опасным. Будучи хитрым и дальновидным политиком, он не решался прямо выступить против системы, понимая, что социалистический лагерь не отпустит маленькую Болгарию на свободу. На словах соглашаясь со своими старшими братьями, он тем не менее становился непослушным. С каждым из советских лидеров, а это начиная с Хрущева и кончая Горбачевым, у Живкова были свои разногласия. Постоянно находясь под колпаком советского контроля, Тодор Живков позволял себе иногда не соглашаться с советскими решениями, выторговывая для своей страны дополнительные вливания, приоритеты и нефтедоллары. Теперь же Живков утверждает, что уже начиная с середины 80-х он начал привозить в жизнь тезис о необходимости смены существующей системы. Наши отношения со советским союзом в мое время, когда я был выдвинут в качестве реального руководителя партии и государства, были, конечно, дружескими и приятельскими. Эти отношения основывались не столько на личностных, сколько на сложившихся исторических реалиях. Мы два славянских народа, русский народ освободил нас от турецкого рабства, с его решающей помощью мы были освобождены и от гитлеровского фашизма. Так что это просто история. Я выдвинул лозунг из века в век. Я был верен этой дружбе и остаюсь верен этой дружбе до сих пор. И до последнего дыхания я останусь верен этой дружбе. Даже тогда, когда я предпринимал действия, расходившиеся с действиями советских руководителей, я не вкладывал в них никакого антисоветизма. Я просто считал, что они не знают реальной ситуации. Я никогда не отказывался от идеала. Я отказывался от ошибочных шагов и неправильных решений, которые затрагивали всю партию и народ. Тогда я выступал против. Но это не значит, что я выступал против социализма. Коммунизма, как научно обоснованного идеала человечества в отдаленной перспективе. Коммунизм, который научно обоснован идеал на человечество. Научно обоснован, повторяю, идеал на человечество в одна подалечная перспектива. Вы сейчас верите в коммунизм? Да. Я верю. Я был одним из первых генеральных секретарей стран-членов Варшавского договора ИСФ, который выступил против системы и механизмов управления социализмом. Я считал механизмы управления социализмом порочными. Мы должны были отказаться от них, поскольку они задерживали развитие. Они вошли в противоречие социалистическим идеалам. Это известно. Это стало и поводом нашего столкновения с Горбачевым. Мы не так и управляли социализмом. Это против того, что я сам себя объявил. Или, если мы научим, я и сейчас отстаиваю это мнение. Я выступал не против социализма, а против механизмов управления им. То есть, я отказался от формы, а не от содержания идей. Содержание это социализм, а форма это механизмы организации и управления этим содержанием. Отсюда столкновение с Горбачевым и вся моя дальнейшая судьба и мое нынешнее содержание под домашним арестом. Вы были информированы о делах в Кремле? Нет, у меня вообще не было информации. Например, установка ракет на Кубе не была согласована с нами. Я даже не был проинформирован об этом. отправка же кубинских войск в Анголу также не была согласована с нами и ряд других вопросов. Если бы со мной согласовывали, это я бы выступил, конечно же, против, потому что самая тупая разведка в мире поймет, что там у границ Соединенных Штатов Америки монтируются ракеты. Как это возможно? Это авантюра. Вообще советские руководители очень часто увлекались. Например, Михаил Горбачев увлекся борьбой с алкоголизмом, но особых результатов не было достигнуто. Эта антиалкогольная кампания совпала с моей поездкой в Японию и во Владивостоке, где мы находились на кратком отдыхе по пути в Японию и обратно. Когда мы вечером сели поужинать, там это, правда, называется обедом, нам не подали водки. Я спрашиваю, почему вы не подаете водку? Официант пожимает плечами. Я говорю, что это за государство, что это за Россия, как здесь можно без водки? Это исторический вопрос, это атрибут государственности. Водка. Вы можете себе представить Россию без водки? Ну, я, конечно же, пошутил, но они в точности информировали Горбачева о том, что я сказал. И после этого он часто повторял мои слова. Но он понял, конечно, что это шутка. В своей новой автобиографической книге под характерным названием «Против некоторых измышлений» Тодор Живков пишет и о своем отношении к советской перестройке, которую он с самого начала воспринял негативно. Очередная перестройка выводила демагогию на другой уровень и снова прикрывала порочную первопричину. Гласность, но гласность о прошлом. Перестройка, но перестройка социализма при руководящей роли КПСС. Другие слова прикрывали ту же установку. Очередной фарс. Конец цитаты. Рассказывают, что когда у нас началась антиалкогольная кампания, к Живкову прибыла миссар из Москвы с требованием, чтобы Болгария последовала примеру Советского Союза. А нужно иметь в виду, что одним из...